В последние 15 лет выполняем работу в программе утилизации производных ракетных топлива, ракет стратегического назначения. С 2020 года в нас теперь планируется переложить весь комплекс работ финансирования программы утилизации производных ракетных топлива, а для ее качания необходимо где-то 1,3 миллиарда рублей. Соответственно, таких денег на предприятиях не существует и мы хотели просто дать информацию о том, что самостоятельно Павлоградский химический завод эту программу реализовать не нужно. Второе, это не является собственностью Павлоградского химического завода, мы не участники международных соглашений, которые принимали о ликвидации и утилизации этого ракетного топлива в городе Павлограда. И мы не хотели бы, чтобы эта ситуация поставила в залог, как наше предприятие, так и жители окружающих населенных пунктов вокруг нашего предприятия. Мое мнение такое, что исключая эту программу из финансирования государственного бюджета Украины, значит, украинское правительство в том числе делает большую ошибку, потому что эта программа, она является базовой программой для ракетных программ в развитии новых видов высокоточных вооружений в Украине. В силу таких ситуаций, которые произошли, эта программа осталась без финансирования и, по сути, осталась без хозяина такого, который мог бы эту программу реализовать. В данный момент аэрокосмическая отрасль меняется руководитель, и я с новым руководителем готов обсудить все перспективы этого проекта с министром обороны, с премьер-министром. Я на следующем деле буду встречаться и доносить информацию о том, что я здесь увидел. Я был на заводе и смотрел все объекты, в каком они состоянии, что из этого может получиться. Я всеми руками поддерживаю не только утилизацию, а то, чтобы это было переработано и приносило прибыль государству и нашей оборонке. Субтитры создавал DimaTorzok